Письмо 131. Как преодолеть страх новых начинаний и чем позиция богатства отличается от позиции бедности? Когда мы беремся за новое дело, то зачастую наш первоначальный энтузиазм быстро угасает. Реальность оказывается не в силах соперничать с накопившимися у нас ожиданиями. Мы увлеченно представляли себе, как у нас все сложится, и предвкушали собственные впечатления и достижения. Мы питались сладким наркотическим концентратом, созданным нашим же воображением. Теперь настоящая пища кажется нам слишком грубой и жесткой. В отличие от фантазии, реальность не похожа на мягкую сладкую кашицу. У нее есть текстура, волокна, характер. Реальность приходится слишком долго жевать и переваривать. Словом, при всяком новом начинании у нас не выходит добиться того прогресса, на который мы в своем простодушии рассчитывали. И нам, разумеется, не нравится то, что у нас не получается. Мы видим свою неловкость и неумелость, видим необходимость трат времени и энергии, ощущаем стресс и дискомфорт от совершаемого усилия. Мы не получаем того, что сами же и придумали и на что надеялись, а потому чувствуем себя обманутыми. Чем больше мы зависим от своих ожиданий и предубеждений, тем быстрее мы охладеваем к реальным делам и с тем большей готовностью их забрасываем. Мы оцениваем весь мир по критериям снятых умом мультфильмов. Мы склонны называть неудачей то, что ей не является, и не видеть получаемых нами результатов. Мы не хотим жевать и переваривать настоящую жизнь и считаем саму необходимость этим заниматься своим провалом, поскольку привыкли к жидкой консистенции и податливости мира фантазий. Лучше всего это можно понять на примере медитации. В медитации мы встречаемся лицом к лицу с беспорядочностью и неусидчивостью своего ума. Следует признать, что это не самое приятное из встреч. Наше внимание кружится в бесовском калейдоскопе из мыслей и эмоций, ощущений и порывов. Мы отвлекаемся один раз, десять раз, сотню раз, тысячу раз подряд. Порой вместо ожидаемого покоя и блаженства нас одолевают скука и раздражение, беспокойство и нетерпение. Кажется, что с ходом дней и месяцев этот ураган и не думает стихать. Ему нет конца, а значит мы не двигаемся вперед. На самом деле такие неудачи есть череда блестящих побед. В медитации вообще нельзя потерпеть неудачу. Это совершенно невозможно. Исключительно в ходе работы с возникающими препятствиями наш ум тренируется и крепнет. Препятствия есть точки опоры, точки сопротивления, точки приложения наших сил. Без них нам было бы не с чем взаимодействовать. Мы бы просто безвольно дрейфовали в вакууме, как бесребетные медузы. Не было бы ни оси координат, ни медитации, ни движения вперед, ни даже движения назад. Нужно понять, что работа с рассеянным и беспокойным умом и есть практика. Мы встречаемся с энергией хаоса, но не сдаемся и не отводим глаз, а пытаемся ее освоить. В меру своих сил мы окутываем эти вспышки умственной энергией осознанностью, внимательностью, невозмутимостью, любовью и пониманием. Мы синхронизируемся с ними, входим с ними в контакт. В шахматах есть принцип. Если вы постоянно выигрываете, значит вы играете не с тем противником. Так это работает и во всех прочих сферах творческой деятельности. Если у нас все получается, то это, конечно, прекрасно и очень приятно. Однако из этого также следует, что мы взяли на себя слишком легкие задачи. Наша творческая сила остается скованной невежеством и нереализованной. Даже наша удовлетворенность собой остается шаткой и пресной. Вскоре подобное противоестественное застаивание и заболачивание нашей жизненной силы непременно породит что-нибудь болезненное. В любом деле путь постоянного взаимодействия с хаотическим наплывом и наскоком действительности есть единственный путь, на котором возможны и подлинное движение, и подлинное счастье. Его порой называют путем неудач, но по правде говоря он является путем побед. Порывы ветра отбрасывают нас назад столько раз, сколько это необходимо, чтобы наши мышцы стали сильнее, а движение точнее. Через некоторое время, даже не замечая того, мы идем ровной поступью сквозь ветра, которые раньше казались нам непреодолимыми, как будто вокруг царит штиль. Если же этого не происходит, не беда, лучшей альтернативы у нас все равно нет. Наше взаимодействие с движущейся реальностью и ей жизнь. Всякое движение реальности, в которое мы не вписываемся и которое не учитываем, становится препятствием и несет хаос. Оно идет вопреки нам и, следовательно, причиняет вред при нашем столкновении. Мы можем либо работать с этим встречным движением, освоить его и синхронизироваться с ним, либо позволить ему бесконтрольно нести себя, как течение несет щепку. Тогда оно просто сомнет нас. Это общее место и даже пошлость утверждать, что жизнь есть борьба. Однако это совсем не значит, что это ошибочно. Да, жизнь есть борьба, поскольку жизнь есть творческая энергия. Творчество же представляет собой силу, которая организует реальность все новыми и новыми способами, и в этом процессе преодолевает ее сопротивление. В равной мере и духовная практика есть борьба, но борьба с существенными отличиями от того, что мы привыкли понимать под этим словом. Духовная борьба ведется не путем желания, жажды и агрессии, а за счет чистого стремления и свободной творческой деятельности. Она ведется за счет установки на бытие, а не на обладание. Будда сотни раз, с помощью множества аналогий и формулировок, делал акцент на такой специфической борьбе и на необходимости концентрированного чистого усилия. К примеру, он говорил так. Если бы у человека загорелся тюрбан или загорелась голова, он бы проявил особое стремление, усилие, усердие, старание, непоколебимость, осознанность и бдительность, чтобы потушить этот огонь. Точно так же монах должен проявить особое стремление, усилие, усердие, старание, непоколебимость, осознанность и бдительность, чтобы избавиться от злых и вредных качеств. В большинстве своем и другие величайшие учителя в истории человечества не отличались в этом отношении от Будды. Это вообще огромная ошибка ассоциировать духовное развитие в целом и буддизм в частности с каким-то пассивным спокойствием, с пустым и блаженным дрейфом в пространстве. Никто из подлинно пробужденных не был бесхребетной медузой, блаженно дрейфующей в потоке жизни. И уж, конечно, такой медузой не был Будда. В течение 45 лет после своего просветления под деревом Бодхи, Будда странствовал по всей Индии и до своего последнего вздоха неустанно распространял учения об освобождении. Он произнес тысячи речей перед сотнями тысяч людей, собрал вокруг себя десятки тысяч учеников и основал многочисленное монашеское братство. Даже в последние минуты перед смертью Будда обратился к ученикам с последним наставлением. Честно говоря, трудно представить кого-то более деятельного, нежели он. Жизнь Будды являлась не жизнью блаженной медузы, которая днями напролет ловит духовный кайф где-то в лесу или в отдаленной пещере. Она была чистым творчеством и движением навстречу миру, непрерывной созидательной активностью. На этот счет не должно быть никаких заблуждений. Пробуждение ума необходимо предполагает пробуждение в нас спонтанной и неисчерпаемой деятельности. Без деятельной мудрости быть не может. Это как квадратный треугольник, не снимаемое внутреннее противоречие в понятии. Отсутствие активной деятельности, будь то работа с умом или чем-то внешним, означает, что та творческая энергия, из которой мы и состоим, скована невежеством. Именно поэтому она не может и не стремится выйти вовне. Представление о запершемся ото всех мудреце, отринувшем мир, замкнувшемся в своей пассивности и всю жизнь медитирующем где-то на отдаленной обочине жизни, есть крайне наивный миф. Одним из картинно-блаженных духовных учителей последних столетий был Романа Махарши. Он одновременно стал самым влиятельным гуру индуизма в традиции Адвайта-Виданте. При общении с людьми с лица Романа Махарши, как правило, не сходила искренняя лучезарная улыбка. Казалось, он не знал никакого напряжения, был чужд всякой борьбы и настоятельно советовал всем все отпустить и расслабиться. Однако и Романа Махарши пришел к этому путем длительной борьбы и чистого деятельного стремления. Такое непрестанное творческое усилие сохранялось в нем и потом, просто в иной форме. Романа Махарши говорил «Никто не достигает успеха без усилия. Владение своим умом не является нашим правом от рождения. Те, кто преуспели, обязаны своим освобождением упорству». Таким образом, жизнь есть творческое преодоление сопротивления. И да, наше столкновение с этим сопротивлением содержит в себе огромный потенциал страдания, разрушения, жажды и агрессии. Но эта же ситуация содержит в себе огромный потенциал счастья, ясности, созидания и чистого стремления. Препятствия и неудачи могут быть причинами для счастья и роста в той же мере, в которой причинами для несчастья и деградации. Это просто элементы рельефа, от которых мы можем оттолкнуться в том или ином направлении. В наших силах научиться взаимодействовать с ними правильно, то есть конструктивно. Тогда они станут не возражением против жизни и счастья, а убедительнейшим доводом в их пользу. Даже в том, что по всем признакам есть несомненная неудача, содержится огромный положительный потенциал. Когда очередной порыв ветра отбрасывает нас назад, это сообщает нам о наших уязвимостях, о пробелах в знаниях и навыках. Неудача есть и опора для движения, и инструкция по прокладыванию дальнейшего маршрута. Она открывает глаза, учит и закаляет нас, а значит содержит в себе весьма удачную сторону. Можно зайти еще дальше и утверждать, что медитация, когда у нас будто бы ничего не получается, есть куда более полезная и похвальная практика, чем когда мы идеально собраны, а ум чист и безмятежен. В Евангелии от Луки другой духовный учитель, Иисус Христос, высказывается на весьма близкую тему. Он говорит «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Казалось бы, как можно радоваться грешнику больше, чем девяносто девяти праведникам? Не противоречит ли такая оценка всему духу учения Христа? Не есть ли это вопиющая несправедливость и отказ признать праведные заслуги людей, которые вняли его словам и постарались на славу? Но здесь дело как раз в обратном. Заслуги праведников были полностью признаны. Они уже поработали над собой, молодцы, так держать. Они уже с нами, от них ничего другого и не ожидается. Но вот грешник, работающий над собой, проходит путь с самого начала. Он идет от точки крайнего смятения, где движение дается особенно сложно. Потому он, по словам Христа, достоин особого восхищения, а его трансформация вызывает особую радость. Упорное движение сквозь неисчислимые препятствия есть совершающееся чудо. Все это верно и замечательно сказано, хотя мы здесь и не рассуждаем в понятиях греха и праведности и не делимся на грешников и праведников. Это не наш подход. Никто не придет нас наказывать, если мы будем вести себя как плохие мальчики и девочки. Наказание, разумеется, случится, но оно случится само собой, с неизбежностью физического закона. В нем не будет ничего личного, а потому нет никакого смысла молить о спасении и к кому-то взывать. Бесполезно упрашивать гравитацию не делать нам больно, давать ей слезные обещания, молиться, каяться и подносить дары. Будь осторожен, осознан и не падай. Лишь тогда сила тяготения тебя не обидит. Всякое наказание есть просто неизбежное, разрушительное следствие невежественных поступков. Это итог нашего разлада с движением мира. С другой стороны, когда мы условно ведем себя хорошо, никто нас за это не наградит и не придет погладить по головке. Награда произойдет, но в ней также не будет личного и эксклюзивного внимания мироздания к нашей персоне, на которое мы все втайне надеемся. Это благое следствие благой причины, итог нашей гармонии с движением мира. Для природы награда есть такой же бизнес-as-usual, как и кара. Тем не менее, порой и заслуженная награда, и заслуженная кара не приходят, потому что в мире нет никаких гарантий. Жизнь не берет на себя связывающих ее обязательств. Мы не можем иметь ее в числе своих должников и нагло требовать с нее проценты. Ситуация дает нам подсказки, и мы вольны проявить к ним внимание и последовать им. Следуя сигналам ситуации, мы приходим к выводу, что вне всяких понятий греха и праведности, работа с омрачениями и ограничениями собственного ума необходима. Она есть более достойное восхищение и продолжающаяся победа, чем работа с уже очищенным умом. В сложном пути очищения и в нашей стойкости перед порывами жизненного ветра происходит нечто прекрасное. Если бы мы рассуждали в терминах религии, можно было бы сказать, что каждый такой практикующий радует вселенского Будду больше, чем 99 архатов, больше, чем 99 полностью просветленных. Это значит, что вы можете медитировать лучше или хуже. На этот счет нет никаких сомнений, но у вас не может это не получаться, и это не может быть бесполезным. Медитация удается всегда. В ней нет неудачи, а есть лишь разные степени удачи и достижения. Рождение мудрости из невежества В самом начале практики наша работа с умом есть выражение установки на обладание. Нами движет интерес эго, которое хочет развлечься медитацией и возвыситься благодаря ей над другими. Эго жаждет пережить блаженство и приобрести власть над собой и миром. Такова необходимая начальная точка на нашем пути, поскольку иного подхода мы просто не знаем. Поначалу медитация есть игра в медитацию. Это ее блеклое и отдаленное подобие. Мы похожи на ребенка, который кое-как нацепил на себя отцовский костюм, а затем сел за стол, открыл портфель, взял в руки телефон и начал играть в большого начальника. Алло, алло, Виктор Сергеевич, сегодня мы продаем, а завтра опять покупаем? Мы смотрим плохо снятое кино про свою медитацию. Мы воображаем, будто медитируем, а наш ум тем временем блуждает своими привычными маршрутами. Это неплохо и нехорошо. Такова природа всякого обучения. Было бы глупо ожидать совершенства самого начала. Для развития нам нужно от чего-то оттолкнуться, и мы, естественно, отталкиваемся от своего неумения и невежества. Мы должны быть готовы начать с них, потому что начать с конца у нас все равно не получится. В английском языке есть расхожая фраза «fake it till you make it», то есть «притворяйся, пока не сделаешь это правдой». Как правило, на этот совет смотрят с презрением и неодобрением. Но подобное отношение поспешно и упускает суть процесса развития. Когда мы осваиваем новое занятие, включая работу со своим умом, притворство для нас не есть вопрос выбора. Это непреложная стартовая точка. Мы просто не можем не притворяться, поскольку еще не способны делать что-то новое хорошо и взаправду. В процессе обучения мы по необходимости имитируем, причем делаем это неумело и неуклюже. Со временем, однако, с нашими действиями происходит алхимическая трансформация. Притворство становится правдой. То, что было жалким копированием подлинного образца, приобретает индивидуальность, полноту и твердость очертаний. Но вот чтобы это произошло, необходимо соблюсти одно условие. Наше притворство должно быть крайне искренним и энергичным. По-настоящему искреннее и усердное притворство способно на многое. Оно, в частности, двигало теми людьми древности, которые подражали Будде, Христу или кому-то другому, кого считали образцом. Так становились великими подвижниками, причем порой крайне самостоятельными и оригинальными. В любом деле, в начале своего пути мы являемся дураками, то есть новичками и неумехами. Все, что мы делаем, есть грубая копия и испещрено ошибками. Таковы факты. Если мы умеем принять эти факты и увидеть, что в них нет ничего горестного, то творческий дискомфорт перестает нас мучить. Несовершенство становится точкой опоры. Мы встаем на него, отталкиваемся и движемся дальше. Кто не имел опоры в несовершенстве, невежестве и слабости, тот не в состоянии и выйти за их пределы. В медитации мы с большей отчетливостью замечаем свои бесчисленные поражения, которые одновременно есть и наши неисчислимые победы. Всякое сопротивление практики, наше разочарование, дискомфорт и нетерпение становятся опорами для медитативного процесса и включаются в него. Мы выносим ожидания за скобки и пробуем вступить в контакт с тем, что есть прямо сейчас, в тот самый момент, когда оно и происходит. Мы делаем это так хорошо, как можем, несмотря на тысячи и сотни отбрасывающих нас порывов ветра. Не ради некоего результата, а в первую очередь ради самого процесса великой игры ума с самим собой. Подобное упорство запускает алхимическое преобразование притворства в подлинность. Эго, занимающееся неуклюжей пародией на медитацию, начинает медитировать всерьез. Игра становится реальностью. Ведомая любопытством и жаждой, эго угодило в ловушку. Его начинает переваривать и преобразовывать большой ум, но эта метаморфоза только к лучшему. Процесс психического пищеварения требует от нас терпения. Хотя первые плоды практики мы пожинаем сразу, поистине глубокие перемены требуют многих лет созидательной работы над собой. Наибольшего же прогресса можно ожидать либо после очень интенсивной и углубленной практики одной медитативной техники, либо после полноценного знакомства со всеми основными возможностями применения ума. Все инструменты в этом арсенале помогают друг другу и проясняют друг друга. Достигается синергический эффект. Полезно вспомнить, что сам Будда потратил шесть лет на то, чтобы очистить свой ум и добиться решительного прорыва. И все эти шесть лет были посвящены только одному этому делу и ничему иному. Его поиски не представляли собой череду пасторальных сцен, где он, сытый и довольный, нежился в медитации на мягкой травке, согреваемой лучами солнца. Будда прошел через годы провалов, тупиков и мучительных экспериментов. Он пробовал разных учителей и разные подходы, морил себя голодом, истязал свою плоть и под конец дошел до точки отчаяния. Лишь затем его труды увенчались ясностью, освобождением и безусильным чистым творчеством. Стоит ли говорить, что принц Сиддхартха в возрасте 29 лет был по меньшей мере довольно смышленым и способным молодым человеком? Если у него на это ушло шесть лет, не наивно ли ожидать, что уж мы-то должны управиться побыстрее. Позиция бедности. Во всех нас есть страх неудачи и тяга поскорее продвинуться вперед. Это выражение нашего глубинного ощущения бедности собственной жизни. Мы не хотим находиться там, где мы есть. Вместо этого нас тянет куда-то еще, в более совершенную ситуацию. В ней у нас будет больше всего того, что мы хотим, и меньше того, чего мы не хотим. Выходит, что мы все и всегда делаем ради чего-то другого. Мы сидим не для того, чтобы сидеть. Мы сидим, чтобы поесть, чтобы поработать или почитать книгу, а этим мы заняты из еще каких-то соображений. Даже медитируем мы ради приобретения неких полезных качеств и положительных эмоций. Каждая ситуация готовит почву для новой, а та, в свою очередь, служит последующей. В сущности, это означает одно – мы бедны и изо всех сил стараемся разбогатеть. Нам нужно получить как можно больше и как можно скорее. Нам постоянно чего-то не хватает, и это распаленное желание создает ощущение неполноценности того, что есть прямо сейчас. Внутри головы держится постоянный фоновый шум из реакций влечения и отторжения, которые тянут нас к объектам фантазии и прочь из реального мира. Впрочем, если все наши мечты вдруг окажутся воплощены, наше положение от этого ничуть не изменится. Вскоре сила желания вновь найдет, за что уцепиться. Она найдет повод вернуться к позиции бедности, потому что в этой бедности заключается ее природа. Извечный голод желания невозможно утолить питанием, сколь бы обильно оно ни было. Этот голод невротичен и безграничен, а потому должен быть не утолен, а исцелен. Ощущение неполноценности нашей ситуации есть само определение сущности страдания. Страдание представляет собой сигнал о несоответствии и о нехватке чего-то важного. С точки зрения нейробиологии, ведущая функция отрицательных эмоций есть оповещение организма о том, что с нашим текущим мгновением что-то сильно не так. Чем острее наше желание быть где-то еще, тем беднее мы себя чувствуем, и тем больше мы страдаем. Позиция богатства. Принудительная потребность непрерывно делать что-то ради чего-то еще порождает невероятную усталость. Она нагнетает скорость и маниакальную суету. Как в таком случае выглядит идеальный отдых? Друзья, полные версии новых подкастов и статей, начиная с 78 выпуска, доступны только по дополнительной подписке. В свободный доступ, тем не менее, выкладывается первая часть каждого материала, порядка половины или двух третей от написанного. Этого достаточно, чтобы служить главной цели писем к самому себе, приводить мысль в творческое движение, отвечать на ряд важнейших вопросов нашей с вами жизни и ставить лицом к лицу с новыми. Если же вы не только находите мою работу полезной и интересной, но и хотите взять от нее максимум и помочь дальнейшему развитию, сделать это можно путем ежемесячной подписки ВКонтакте, на Патреон или Босте. Стоимость обычного варианта 250 рублей в месяц или 3 доллара на Патреон. Это открывает вам полный доступ к материалам и возможность скачивания подкастов на соответствующих площадках. При продвинутой подписке за 800 рублей или 10 долларов на Патреон, вы получаете приглашение в закрытую группу в Телеграм для обсуждения всех беспокоящих нас вопросов, не обязательно и не только по тематике писем. Все ссылки вы можете найти в описании подкаста. Спасибо.